Представители транспортных компаний не теряют надежды на то, что для них будут сделаны послабления в требованиях к безопасности пассажирских перевозок водным транспортом по маршруту на редморщине Аюр и обратно. Владельцы трех компаний-перевозчиков направили в адрес окружной администрации письменное обращение с просьбой выйти с этой инициативой к Министерству транспорта Российской Федерации. Еще на прошлой неделе за круглым столом представители контролирующих органов и компаний-перевозчиков обсуждали вопросы транспортной доступности региона в период навигации и организации пассажирских перевозок. Тогда представитель Архангельской транспортной прокуратуры четко дал понять, закрывать глаза на нарушение правил перевозки пассажиров никто не будет и повлиять на эту ситуацию не в силах даже администрации округа. Уголовное право у нас по конституции относится к ведению федерации и регион, и администрация округа, какие-либо иные структуры надзорных в сфере транспорта тут ничем помочь не могут. Установлена ответственность, я так понимаю, здесь в основном идет по 238 статье нарушение требований безопасности. Поэтому в этом плане, конечно, здесь никаких послаблений не может быть. Также и в административной ответственности тоже самое. Перевозчики убеждены, если округ выйдет соответствующей инициативой к Минтрансу, то, возможно, для нашего региона будут сделаны особые условия, учитывая специфику транспортной доступности региона. В адрес администрации округа владельцы транспортных компаний направили коллективное обращение. Обращение это есть о том, чтобы именно действительно не привлечение их к уголовной ответственности, но никто не возьмет на себя Минтранс такую ответственность. Понятно, что легче этот вопрос поднять о том, что давайте мы закроем глаза правоохранительных органов и будем кататься, как катались раньше, как ее видели раньше. Такого мы понимаем, что не будет. Вопросы организации пассажирских перевозок в период массовых летних отпусков неоднократно поднимались руководством НАО в ходе оперативных совещаний. По словам Александра Цибульского, вопросам безопасности власти округа уделяют повышенное внимание и нарушать закон не намерены. Я неоднократно этот вопрос поднимал в ходе оперативных совещаний, поэтому администрации этот вопрос хорошо знакомы. Более того, мы его старались решить в ручном режиме в рамках тех помощи, которые у нас есть. Те вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности перевозки людей на водном транспорте и на любых иных видах транспорта, это всегда повышенные опасности. Я не могу и не хочу идти ни на какие нарушения, не могу дать поручения о том, чтобы эти меры безопасности были отменены. Со своей стороны власть региона готовы продолжить субсидирование рейсов по маршруту Наринмар-Сыктывкар и обратно, чтобы жители региона, которые в силу ограничений не смогут попасть на баржу, могли выехать за пределы округа по бюджетным билетам. Мы для этого в этом году продолжили практику субсидирования рейсов Наринмар-Сыктывкар. Там есть билеты, взрослый билет стоит 4199 рублей, детский – около 2000 рублей. Это та мера, на которую мы пошли, и большую часть себестоимости этого перелета мы берем на плечи, на бюджет округа. Надеемся, что это сможет помочь людям уезжать на предний отпуск и использовать баржу в качестве средства для перевозки транспортных средств. Летом рейс до Сыктывкара будет выполняться два раза в неделю. В случае необходимости компания Коми Авиатранс введет дополнительный рейс по данному направлению, который будет субсидировать округ.